Добрый день! Поскольку Леночка у нас сегодня все еще охрипшая, она меня попросила сделать обзор того, чего я купил. Что мужчины покупают в магазинах. Обычные, воскресные, текущие покупки для восполнения запасов. Так, сырки и творобушки. Сырки у нас сколько? 119 рублей. Но они нам больше всего нравятся, всех, которые продаются. Здесь вот такая вот покупка. По-моему, сколько там штук? Не помню, 6. 6 штук, да. 6 штук. Так, пошли дальше. Это Вероникин корм. Это Вероникин корм со светящимися шариками. Так, сколько же он стоит? А, завтрак готовый. Это готовый завтрак. 119 рублей. Готовый завтрак, ментовые шарики. Так. Вот этот чай мне в последнее время нравится из того, что доступно. Того, что лежит у нас в перекрестке. То есть есть и другие чаи, но за ними надо ехать куда-то. А вот этот стандартный пакетик. Это пакетики. Это чай с лимоном и мятой пакетированный. Это кому удобные пакетики, тому удобные пакетики. Да, вот нам они как-то удобные. Хотя я не говорю, что этот чай самый лучший. Стоит он довольно недешево. Но зато там 100 пакетиков. 269 рублей, это за 100 пакетиков. Если переводить на маленькие упаковочки, то всё равно выгоднее. Так. Ну, Pepsi Light, это нам чуть-чуть там побаловаться. Для технических целей, как говорится. Но я не помню, там рублей 60. На этом не будем заострять внимание. Андрюхина печенье юбилейное. Так. Яблочки Golden. Яблочки у нас дорожают просто на глазах. Ну, вот это вот висит скидка. Висит 129 рублей, скидка 99.90. То есть яблоки по факту 100 рублей. Вот это вот яблоки Golden обошли. Практически 95 рублей вот эти вот 5 яблок. И в принципе дешевле, чем 100 рублей, сейчас яблок в перекрёстке нет. Есть от 100 до 150 где-то рублей, в зависимости от сорта. Ну, нам эти подходят вполне яблоки. Ну, это не значит, что в других магазинах там нет. Мы были в карусели, там яблоки, по-моему, дешевле были. Но народ очень активно выбирал в этих корзинках, потому что там очень много княлых. Ну, там не тот сорт, который нам нравится, если оно так. Чудо творожное, это Андрюх к себе потянул. Я ходил с Андрюхой, поэтому много чего потянул. Пока я не заметил, он в корзинку кидал. Я уже говорил, ладно, бог с ним. Коктейль «Чудо молочное» 27,90. А, кстати, с коктейлями масс сегодня очень сильно обломали. Там на выходе стоит такая, как-то, стендик, и там продают коктейли. И мы брали коктейль буквально 2 дня назад, проходили мимо, и брали коктейль, он стоил 100 рублей за стакан. А сейчас я протягиваю 100 рублей, и он говорит, 120, сегодня 1 марта подорожало. В общем, нас поздравили с первым мартом. 120, между прочим, это 20%. Это не хило. Нифига себе. Так, это иммунели, я не помню, сколько они стоят. Это тоже потянул Андрюха, он говорит, одну мне, одну маме. Иммунели. 15,90. 16 рублей недорого совершенно. Активия инжирная, это то, что нас любит Вероника. 41 рубль. Вот эти вот чудо-творожки тоже Вероника попросила. Я их, честно говоря, не особо люблю, по мне, так они синтетические. Ну, не знаю, где там, к чему-то нравится. Это Андрюх себе потянул десерт, 44 рубля. Так, ещё одна Активия интернет. Яблочный сок на распродаже он стоил 99 рублей. Тут написано прямой отжим. И, в принципе, я сейчас посмотрел, J7 115 рублей стоит. Единственное, что стоит сок добрый, и он где-то стоит 75, по-моему, рублей. Но что-то нам добрый почему-то не очень нравится. Я не знаю, почему. Этим мы взяли на пробу. Вероника пьёт у нас в основном яблочный сок. Текущие вариации, скажем так. Раньше она пила другие соки, а сейчас пьёт яблочное. Это тоже Андрюха потянул. Так, кстати, это будет только до 8 марта. Я не посмотрел, но я надеюсь, что он успеет это делать. Он говорит, одно мне, одно Веронике. Яички Kinder Surprise. Это отдельно. Когда-нибудь сделаем обзор, кто там делает. Это вот такой вот Danone. Это я помню, 53 рубля. Я решил попробовать. Что-то мне понравилось. В последнее время традиционный йогурт. Это без ничего. Чисто вот белый йогурт. Но надо было показать, если Аленка не делала, в другом магазине я покупаю йогурт под названием Царская капля, да, по-моему. Вот он мне очень понравился. Я не знаю. В этом нету, а тот кончился. Поэтому я взял этот на попробовать, так сказать. Так, яйцо. Это Danone. Творожный такой груша-банан. Тоже около 40 рублей. А это Ленки Холлс, чтобы у неё горлышко не болело. Два разных варианта. Вот ещё вот такая вот штука. А это всё. Да, это больше ничего не осталось. А ещё одна такая вот штука. И это всё обошлось полторы тысячи рублей. Что, в общем-то, я бы сказал, не совсем дёшево. Но мы немножко себя компенсировали. Сенсация, это мы по дороге зашли в Медиамарт. А я смотрю, там распродажи. Я собирался купить картриджи для фильтра сменные. Но сейчас они стоят по 300 рублей. Вот вам, пожалуйста, продаётся. Ну, тоже типа как акция, не акция. То есть целый фильтр с тремя картриджами. Он стоит тоже 899 рублей. То есть вы получаете три картриджа и фильтр в подарок. Поскольку у нас фильтр уже давно, он уже немного, говорит, поизносился, пообтёрся. Поэтому выгоднее было купить сразу фильтр с тремя картриджами. Ну, 300 рублей за картридж. Это вот сейчас вот такая цена Медиамарки. Но она была ещё и до кризиса. Поэтому я думаю, что эти картриджи, они в ближайшее время раза в полтора или в два подорожают. Так что кто ещё не успел запастись, запасайтесь. Вот так вот эта штука выглядит. Но наш старый я не буду показывать. Он уже износился у нас уже давно. Года три, наверное, или больше даже. Ну, я бы взял там, были только белые и чёрные, почему-то остались. Я взял белые. Вот такие штуки и картриджи туда внутри. Два лежат и ещё вот один такой вот подарок. Картриджа хватает на месяц, да, по инструкции. На самом деле, по факту я забываю менять. И в среднем у нас уходит где-то месяца полтора, пока я замечу, что его надо поменять. Хотя здесь есть счётчик, надо просто обращать внимание. Вот такой вот фильтрованной водой мы пользуемся. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но вот пользуемся и всё. Хотя я не уверен, что вода настолько... Кстати, от накипи он совершенно не спасает. Несмотря на то, что вот я вот и в чайнике заливаю воду из этого фильтра, да, накипь всё равно в чайнике надо чистить постоянно. От накипи он не спасает. А для стиралки мы никакими средствами противонакипи не пользуемся. И у нас за всё время пользования у нас стиралка-долгожительница, да, она возраста Вероники, ей уже 17 лет, да, но она немецкого производства, и мы ни разу не пользовались никакими колгонами. И за всё это время у нас один раз сгорел этот топливный элемент. И я вам скажу, что, ну, считайте, на 10 лет его хватило. А если вы будете засыпать всё время колгон, то сколько вам это будет стоить? Так что так вот. Вот и все наши текущие покупки. Так что вот такой удачный фильтр за 900 рублей, то есть по цене трёх картриджей. Вот так. Мы хотим с Вадимом приготовить... Мы хотим приготовить соте. Мы такие, не кулинары, конечно, большие, но, в принципе, можем приготовить. Вот, пить, и написано, торпеда, и вот сколько стоит. 40 рублей за килограмм. Сначала лук, потом морковку, потом это. Но пока тушится, мы помешиваем. И также спасибо вам за комментарий, который вы оставите.